Съела свою лошадь, теперь 18-летнюю пию ненавидит весь мир. НРК, Норвегия. Юханнис Бёрстад, Кирсти Крингстад. НРК, Норвегия. 16 октября 2019 года. Ее угрожают убители и называют бессердечной психопаткой. Она съела свою лошадь по имени Стремительная. Она ни о чем не жалеет и считает, что бурная реакция многое говорит о современном обществе. Пожалуй, из всех 18-летних в мире меня ненавидят больше всего. Неделю назад Пиальдин, Пиальдин, истрем не лага запустила в Фейсбуке фотографию, после чего на нее и посыпались угрозы сообщения, полные ненависти. И не только на норвежском. Русский, французский, испанский. Список длинный. На фотографии, порция миса. На тарелке лежит кусок ее лошади по имени Стремительная. Многие пишут, что я психопатка, что, как они надеются, у меня никогда не будет детей и что меня надо лишить права держать животных, сообщает Альдин. По ее словам, ее выставили хладнокровным убийцей. Британская Даилла Майл и американская Неу-Йорк-Пост написали о 18-летней девушке, съевшей свою лошадь. В газетах я прямо-таки хладнокровный убийца, который однажды проголодался, пошел в конюшню и прикончил лошадь, замечает Альдин. Она подчеркивает, что на самом деле все было не так. По словам Альдин, у лошади была травма. Вылечить ее было невозможно. Избавить животное от боли, тоже. Оставался единственный выход. Усыпление, говорит хозяйка лошади. К сожалению, лошадь пришлось усыпить, а поскольку лекарств она получила немного, ее мясо можно было употребить в пищу. Это было нелегкое решение. На бойню я приехала в Са в слезах, там я все время плакала, и по пути домой тоже. Ей кажется, что ее неправильно поняли Альдин, которая, кстати, учится на повара, считает, что все сделала правильно. Я знаю, что приняла правильное решение. Позволила лошади принести пользу и после смерти. Мне казалось неправильно просто ее закопать или выбросить, столько высококачественного мяса. 18-летнюю девушку испугала всеобщая реакция. По ее мнению, это истинное лицо современного общества. Ей кажется, что ее не так поняли. Типа нельзя есть свою лошадь и выкладывать снимки в Фейсбуке. Но почему фотки тако, это нормально, а я не могу запастить свой стейк? Задается она вопросом. Несмотря на возмущение пользователей по всему миру, Альдин стоит на своем. Что касается фотографии лошадиного стейка в соцсетях, ни о чем не жалею. Вся эта шумиха больше говорит о сегодняшнем обществе, чем обо мне. Почему есть лошадь? Табу. Употребление в пищу конина считалось в Норвегии табу с давних времен, объясняет исследовательница Анни Кен Барбуги, Анничен Барбуги. Она изучает пищевые традиции норвежцев и написала об этом книгу «Бедняки, крестьянские девушки под покровом и богатые рыцари». Барбуги имеет в виду, что лошадь стала несъедобной в результате нашего к ней отношений и нашего восприятия. Сама по себе лошадь также съедобна, как и, скажем, свинья. Но понятие съедобного и несъедобного зависит от того, к какой культуре вы принадлежите. В межвоенный период писательница и культурный работник Ульда Гарборг, Ульда Гарборг, с несколькими соратниками пыталась убедить норвежцев употреблять в пищу конину. Хотя лошади, сельскохозяйственные животные, их почти никогда не съедали, когда они больше не могли работать. Вот почему в период Второй мировой войны люди часто обменивались животными с соседями. Многим было сложно убить и съесть собственную лошадь, свинью или кролика. Барбуги ознакомилась со случаем Альдин и называет ее прогрессивной. Мы стали больше задумываться о рациональном питании, и с этой точки зрения решение Альдин великолепно. Она сделала лошадь едой, вместо того чтобы позволить ей гнить и превращаться в отбросы. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...